Война может продолжаться бесконечно Тем временем Польша доукомплектовывает до штатов военного времени 18-ю механизированную дивизию, которая уже несколько недель тренируется совместно с американской 101-й десантно-штурмовой. При этом посол США в ООН отвергла возможность отправки американцев в зону конфликта. ЕС будет предоставлять Киеву засекреченную информацию. По данным Рейтерс, Вашингтон предлагает Анкаре разморозить военное сотрудничество, передав Украине С-400. Британия направляет инструкторов и скоростные ПЗРК «Стар Стрик». Варшава выдворяет 45 российских дипломатов. Посол вызван в МИД. На выходе сказал, что это еще не разрыв отношений. Зеленский попросил у Запада наступательное оружие. Выступил перед парламентом Японии и позвал в посредники Си Цзиньпиня. Отвечая Зеленскому, израильский премьер Беннет попросил не сравнивать ситуацию с Холокостом. МИД Израиля заявил, что страна не будет нарушать антироссийские санкции. Нуланд облетела Индию, Бангладеш и Шри-Ланку, призвав их отвернуться от Москвы. Международная организация труда приостановила сотрудничество с Россией. ОСР отключила российских школьников от программы оценки учебных достижений ПИЗа. США готовятся ввести новые санкции. Под них попадут 300 депутатов Думы и другие политики. Заявлено о желании исключить Россию из большой двадцатки. Впрочем, посол в Индонезии, где пройдет следующий саммит, допустила приезд Путина. Тем временем сам Путин констатировал дефолт Запада по его обязательствам и перевел расчеты с Европой за газ на рубли. При этом загрузка трубы опять максимальная. Немецкий бизнес просит власти ЕС не отказываться от поставок, потому что это уничтожит Евросоюз. Французская «Тоталь» объявила об отказе от российской нефти и нефтепродуктов, но не сразу, а к концу года. Вице-премьер Новак пообещал нефтяному рынку коллапсы 500 долларов за баррель в случае ухода России. В Новороссийске вышел из строя причал Каспийского трубопроводного консорциума. По нему нефть идет с казахского месторождения «Тенгиз». На ремонт уйдет полтора месяца. Индия через неделю подготовит соглашение о прямой торговле за рубли. Вьетнамские авиалинии приостановят полеты в Россию с 25 марта. Мишустин российские суда не пускают в иностранные порты. Американские сенаторы и Минфин обсуждают законопроект о блокировке золотого резерва России на 132 миллиарда долларов. Лавров говорит, блокировки резервов, цитата, никто не прогнозировал. Инфляция в Великобритании впервые с 92-го превысила 6%. Импортеры зерна после ухода с рынка Украины и России пытаются найти новых поставщиков, заключая договоры с Индией, Австралией, Казахстаном и США. ООН прогнозирует рост цен на удобрение зерно на четверть, а числа голодных на 13 миллионов человек. Чубайс ушел с поста и уехал из страны, докладывает Блумберг. А Форбс утверждает, что дозвонился до чиновника, но тот бросил трубку. Остров Мэн снял с регистрации бизнес-джеты восьми олигархов, предположительно Мордашова, Ротенбергов, Мазепина, Абрамовича и Усманова. Зато сам Усманов заранее переписал активы на подставных лиц и ускользнул от санкций, пишет Гардиан. А вот депутатам Госдума от ядра больше нельзя ускользать за границу. Потребуется разрешение главы фракции. Спикер Крымского парламента Константинов предложил наделить ядро особым статусом, ссылаясь на роль другой партии в индустриализации и победе. Доходы банков по году могут упасть на 40% из-за высокой ставки и нежелания граждан брать кредиты. На этом фоне Костина переназначили на пост главы ВТБ еще на пять лет. Он в кресле с 2002-го. Известия выяснили, торговые сети уже в несколько раз подняли цену на одежду, обувь и косметику. В том числе и старых партий. Аксенов пригрозил национализировать продуктовый рынок в Ялте, если цены не снизятся. Мантуров уверяет на складах трехмесячный запас средств гигиены, товаров для детей и бытовой химии. Мурашка говорит тоже о лекарствах, но РБК пишет, в Москве и Подмосковье пропадают детские нурофены «Панадол» производства Франции и Британии. А Форбс опросил НКО, помогающий больным детям. Перебой с лекарствами ощутили все. Коммерсант же исследовал транспортную систему и обнаружил в логистике страны полный хаос. Уголовное дело заведено на уехавшего в Израиль Невзорова, комментировал роддом в Мариуполе. Песков, закон о фейках соответствует ситуации тотальной информационной войны. Рейтерс отписался от новостей ТАСС, а Нетфликс удалил приложение из онлайн-магазинов в России. Зато депутат Горелкин пообещал пользователям легкое подключение к Рутюбу. Все, что понадобится, зарегистрироваться через госуслуги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова